приветствую всех дорогие зрители и подписчики моего канала с вами Владимир и мы продолжаем идите с баунти темная сторона и отдадим гному шелк чтобы он мог свой летающий аппарат отремонтировать держи шелк для твоего шара бесконечно признателен тебе багер теперь починка моего шара дело ближайшего времени подожди немного я сошью новую оболочку для баллона ждем все отремонтировано спасибо багер ты настоящий друг только мы все равно не сможем полететь пока только он не даст нам разрешение а на это надежды мало ну я попробую договориться с ним как убить его что ли получить разрешение или набить ему морду просто так более вероятно но он очень сильный разреши гному летать эту тему мы уже обсуждали разрешение я не дам кроме того должен заметить что тебе еще рано спорить с древним драконом вот когда станешь опытнее мудрее тогда приходи а сейчас я не настроен продолжать дискуссию так вернитесь вернитесь к дракону после получения 30 уровня у нас 39 мой опыт вполне позволяет вести дискуссию серьезно ты можешь вести дискуссию с древним драконом хорошо я попробую для забавы подискутировать с тобой начинай парк почему ты почему ты можешь летать а другим не позволяешь дракон смеется потому например что у других нет крыльев вот у тебя порк нет крыльев как ты можешь полететь крыльям можно отрезать у мертвого дракона дракон смеется еще фронт тебе удалось меня рассмешить орк но победить меня ты не сможешь как не старайся давай лучше сменим тему пока я не разозлился давай заключим пари если я смогу победить тебя ты отдашь мне свои крылья отдам свои крылья какая глупость никогда не сможешь победить меня черного дракона балласа тебе удалось разозлить меня смешное маленькое существо готов поставить свои крылья на кон а то все к смерти защищайся дракон серьезная битва тракона да недалеко летает а ледяные холодные небеса так как просто вы этого 1 4 вот он призыв прихвостнее замораживающее касание особо долюбивые атаку меньше да на минус на 50 процентов пещерах интересно я не помню что раньше были ледяные драконы ладно так пока они достают видите они достают по-любому хотя вот эти не совсем давай в бой так глупите хорошенько вот этих 7 драконов немножко огоньку кинуть а фиг что вот кинешь слабость нет давай-ка размытие на кого-то из наших хотя бы накинем немножко выдвинемся то у нас может резать сильно так а вот так сделаем отлично что это армагеддон офигеть дайте я прочитаю армагеддон да что-то не призвали там дом ладно раз такое дело половина отлично так вот так сделаем так тут сделаем вот так вот так вот так вот так вот но что еще обманетон то уже серьезно что сейчас надо откатать время хорошо тактаем время вот этим ребятам так накинем щиток наших ребят добьем есть коварина этого дракона нужно мочить да конечно так нас еще сейчас передвинемся немножко и шмальнём слабоват сейчас так может убьем восстановили немножко это было неприятно так и что наши потери 47 ветеранов 45 насмешников 68 орков и 25 гоблинов с катапультом ну да тут мощная такая благая армия еще и заклинание армагедон ну денежку дали опыт как тебе это удалось никто из маленьких существ никогда не мог победить меня чёрного дракона балгаса дракон смахивает слезу пойми орк мне нельзя остаться без крыльев это невозможно для уважаем уважающего себя дракона пощади меня проси любую другую награду мне нужны крылья хочешь я уложу вопрос с крыльями через ладона главного дракона нитаны даст тебе крылья по моей просьбе только пощади мое самолюбие и дай мне спокойно улететь я навсегда исчезну из этого мира чтобы никто не видел моего позора где живет этот ладон ладон живет на трокен тире архипелагии летающих островов которые находятся как раз над даррен бамом ты можешь передать ему что балгас отправил тебя за крыльями тогда разрешим гному летать чтобы мы с ним могли попасть в трокен трокен тир нам нужно полететь на воздушном шаре летите куда ходите я даю вам разрешение и срочно улетаю на ультраакс знакомое название из принцессы в доспехах чтобы не попасться здесь больше никому на глаза пока балгас охотник за головами второй уровень так сейчас так сообщи гному что можно летать так охотник за головами нам дает 10 ярости перед началом начале боя с героями будет еще 15 не еще 15 а всего 15 так ну знаете после этого боя по-любому должен смотаться за подкреплением не на записи так я восполнил наши ряды теперь можно продолжить так мне удалось получить для тебя разрешение летать гном я смогу летать осуществилась мечта всей моей жизни ну как тебе это удалось пришлось побить ракуна я не знаю никого кому бы был обязан так как тебе садись скорее в корзину мы вылетаем летим другим тир посмотреть на него это мечта всей моей жизни там живут драконы судя по рассказам старинной балласа поехали тем не даром бам то есть барас гунд нужно было бы отправиться вот это то сбылась мечта гнома клаустрофоба я стою на небе рядом с драконами вокруг меня облака спасибо багир буду век тебе обязан за такую радость посмотри какие маленькие внизу острова это противник уже вижу это же наша нет она представляешь а вон видно наш крохотный снежный дарен бам такой крохотный что прям мура вот это да весь мир как на ладошке главное же всю жизнь мечтал посмотреть где живут драконы а сейчас как-то даже не по себе пошел я от всего воздушного от своего воздушного шара отходить не буду здесь тебя дождусь смотри багир вот тот красный дракон уже на нас облизывается по моему он нам не рад главное чтобы эти твари на нас чтобы эти твари нас не сожрали ты ведь драться хорошо умеешь насколько я помню так что вся надежда на тебя не бойся гном посмотрим какая вокруг посмотри какая вокруг красотища насчет красотища я с тобой полностью согласен все-таки это место выбрали для себя сами драконы они себе плохого не выберут немного страшновато пойми меня правильно ладно жди меня я скоро так а вот и дракон золотишко дайте золотишко можно посмотреть не особо так что за дракон сильно может взять зомбарей вместо катапультистов пусть они немножко порубают драконов один красный дракончик убежал хорошо можно прокачать еще размытие 10 процентов здесь какие-то заклинания которые мы стали изучить слабость он тон зеркало боли можно возвращать 80 процентов урона то неплохо пусть будет надо будет их было сравнение давай на этих ребят пока ждем зелененькие ледяных надо бить не просто я пройдусь и по всем до отлично давай будем траконов мучить дальше ну чё зомбарей не жалко сейчас он вдохнет можно конечно зелененького атаковать но надо вот этого мучить он даже не сдвинулся с места но валяй дракону надо он промах еще три дракона сняли ну блин гад у меня что-то так не получалось пролететь как за дракончик у меня черный был но зеленый сейчас будет подтягивать любит он это делать мутить давай-ка мы тебя немножко подрепетируем так красненьких нужно уменьшить в количестве давай завалим черный сейчас мы прокачаем еще убийцы драконов ух ты блин появилась вот эта хиротинь надо отойти так что он тут мы можем атаковать надо было отсюда атаковать половина так нет черной дыры нет щит лаков так что у нас есть пятого уровня давай убийца титанов отчет у меня такого встал на ушку молодец отчет у меня на ушку и на ушку и и и и на утро 2 силы вот так не мало мы потеряли с драконами тяжело биться ну давай давай О, и прокачалась ярость. Так, где растерка? Тоже он немножко поднимается. О, на 4 отряда, там их 5, зеркало более, 2 яростерка. Так, даже не знаю, что сказать, как-то пульт это есть, но есть вот эти еще шаманы. Немножко потеряли мы бойцов, зомбари пусть будут. Там еще ракончик, тут непобедимый вообще. Это кто? Так, он ладон. Ну, давай поговорим. Вот это явление, никуда такого не видел. Как вас с гномом сюда пропустили? На этом надутом пузыре? Баугас уснул там что ли? Это Дроггентир, совершенно закрытая и секретная база отдыха драконов. Мы здесь греемся на солнышке и смотрим вниз на острова Нитаны. Чужим сюда вход запрещен. Баугас разрешил нам полеты и сказал, что ты подаришь мне крылья. Ты хочешь обмануть меня, маленькое существо? Как Баугас мог разрешить такое? Это же против всех правил. Мне удалось победить его в честном бою. Тебе удалось победить черного дракона? Тогда я понимаю, от чего Баугас не мог вам отказать. Наверное, он улетел с Дарренбамма прямиком в Ультракс, чтобы спрятать свой пазл поглубже. Но это все равно против всех правил. Как тебя зовут существо, прилетевшее на пузыре? Меня зовут Багир. И что прикажешь с тобой делать, Багир? По всем правилам, я теперь должен тебя убить и съесть вместе с твоим другом Гномом. Скажи, у тебя есть какие-нибудь аргументы в свою защиту? Я дружусь с драконом Анкологоном. Теперь я понял, кто ты. Ты орк. Мне рассказывал, а тебе Анкологон. Это у тебя вводится много принцесс, которых ты раздаешь налево и направо. Тебе нужны принцессы? Нет, я уже стар для таких развлечений. Принцессы меня перестали интересовать еще лет 300 назад, если не больше. В общем, если ты есть друг Анкологона, я не буду тебя есть. Раз тебе удалось победить одного дракона и подружиться с другим, значит ты не слабее нас. Достигается тренировкой. Ну это точно. А в знак официального признания нашего равенства от имени всех драконов Андракентира, я дарую тебе наш драконий подарок настоящие крылья. Теперь ты, Баггер, сможешь летать и станешь совсем как мы. Увидишь вверх десятый драконов полет, поймешь как мало, значит все проблемы ползающие по земле, где-то там внизу. Для полета нужны тебе клавиши F. Вот это да! Что-то я давно ждал. Можешь что купить у тебя? Черный дракончик есть. Цвет жизни. Мне кажется вот этот цветок мне нужен. Яйца черного дракона, яйца красного дракона. И здесь черный дракон еще. Черных драконов у меня не осталось. Надо потом проверить. Так у меня в принципе ярость есть. У меня есть ярость, можно пополнить ману. И пойти набить морду вот этим чувакам. Есть один черный дракон убежал. Так, ну хорошо, увы. Так может черной дырой их накрыть. Один, два. Синяя красная по всем пройдется. Если так. Три, четыре, два. А черная дыра. Наверное микростаил лучше. Проклятие. Могольбуд снежно. Могольбуд снежно. Давай трыли все сделаем. Нет, 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 нет. Ну ладно, отсюда зайдем и заберем сундук. Так. Четыре тысячи. Ждем нет. Так. Еще. Ждемный дракон обводим. Из боя. Из боя. Из боя. Чего вы не атакуете вот эту фигню нашу. Можно подойти и атаковать вот этих ребят. О, отлично. Это уже не хорошо. Получение. Ну вот как они вот это делают? У меня такого не получалось. Сейчас я их порежу немножко. Так, позволь от времени. Хорошее заклятие. Так, надо вот этих атаковать. Ну и так добьем. Так, второе дыхание. О, отлетит. А, нет, этот не отлетит. Так, вот я пополню ряды. Я не знаешь. У меня где? Даже так у нас все равно похолнились ряды. Фонтон? Нет, не надо фонтона. Лучше наложить размытие. Что-то фигню вынесли, это уже не мешало. Ну на, еще две руны магии. Хорошо так бить драконов, я вам скажу. Ну конечно, как-то после драконов загрузка идет медленно. О, убийца драконов. О, убийца драконов. Убийца драконов. На 20% к текущей атаке по драконам. Отличный кошмар. О, понимание ярости. Вероятность сломости удвоенный урон. Тут очень неплохо. Мы качнули. Я б взял вот это, даже взял и вот это. Чтоб ярость не падала ниже 16%. И вот это 10% удвоенный урон. Давайте ярость возьмем, чтобы она не падала ниже. Сундучок, 97000. О, вот кое-что и есть. Коррозия. Так, а ну крылышки. Вот наши крылышки. О, смотрите, вон не та она, да? Все видно. Прикольно. Теперь можно будет вот там еще залететь и туда. И навалять. Но, я это сделаю не сейчас. Так, мы немножко уже насчистили. Да, не та она. Тебе не показалось. Я могу летать. Вот это да. Я всегда чувствовал, что ты не просто темное существо. Тебе для полетов даже не нужен мой воздушный шар. Твой воздушный шар мне все равно нужен. Я не могу полететь так высоко, чтобы попасть из Даррен Бама, Даррен Дама в Троген Тир. Зато ты можешь летать далеко, а мой воздушный шар может подниматься вверх только в пределах видимости Даррен Дама. Все верно, Даррен Дама. Все верно, Друг. Ну как? Побудешь еще здесь или полетим обратно? Ладно, летим обратно в Даррен Бам. А, там Дам, тут Бам. Хм. 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 Да, сейчас восполним наши потери. Я возгоняю, пополнимся бойцами. У нас тут пять драконов есть еще. Если что, можно будет взять драконов. Короче, разберемся. Так что, пошел я за подкреплениями. Так, я спустился в Баррес Гунд. Взял с собой красных драконов. 8 штук можем везти. Сейчас поговорим с таким вожаком ополчения Бомфуром Важным. Меня зовут Бомфур Важный. Я отвечаю за сбор ополчения Баррес Гунда. Как раз сейчас записываю население в очередь о получении оружия. Меня зовут Багер. Ваш король не заслуживает, чтобы вы его защищали. Он заперся в замке и бросил вас без защиты своей армии. Сдавайтесь без боя. Я выполняю приказ его величества. Короля и провожу мобилизацию населения Баррес Гунда. А ты, Багер, убирайся, пока мы тебе кости не переломали. Попробуй мои кости на прочность. Могу сразиться хоть со всеми вами вместе. Хоть с каждым поочередно. Кстати, у нас, видите, 19 ярость. Уже остается. Агном заметно мрачнеет. Оружие пока не подвезли. Вооружен только мой личный отряд. Остальные ждут своей очереди. Но лучшие кузены Баррес Гунда, Рибур, Бебур и Рубен уже несут нам оружие. Как только они придут сюда, нам тебе не поздоровится. Иначе не будем откладывать раку. Атакуем. Слышишь барьер? Нужно успеть перехватить поставщиковое оружие, пока они не вооружили ополчение гномов Баррес Гунда. Хорошо, только сперва разберусь с этим ополчением. Так, оно хорошо. Сколько есть? Нет, в принципе, немного. Стрелков почти нет. Ладно, убой. А, блин, ловушка мешает. Давай я им еще беззащитный скилл. Здесь черный отдел. 10, 13, 16, 18. Давай так пока. Нормально. Вот половину вынесли. Ух ты, у меня сотка, мана. Мы тоже выдвигаемся. Будем стрелять. Да, они далеко ходят. Давай я гляну на ловушку. Так, сделаем накат времени. Так, темная облака не поставим, а то они слишком уж разогнались. Тут немножко подождем, все равно это сейчас ходить не будет, чувак, уже подождем. Так, 22, 526, так больше. Так, ну тут, в принципе, зарядем сейчас. Так, ну тут. Отлично. Так, можем убить ничем призраком? Нет, не можем. Нет, нельзя, Маша зигнет. А, так, хряпнул. А, от этого можно убить заклинанием. Плему взяли. Гном вытирает пут. Вижу, ты неплохо умеешь драться. У нас в Баразгунде и таких бойцов, как ты, вовсе нет. Но когда подвезут оружие, мы сможем с тобой справиться. Вот тогда возвращайся, покажем тебе, где дроид зимует. Слушай мою команду, команду гномы. Всем разойтись по домам. Так, хорошо. Покорить Баразгунд. Так, еще раз поговорить с королем. Хорошо. Так, а что нам дадут за это? Мушкет, грома. Где эти поставщики оружия? Сейчас вот это вот завалим, чувакам. О, золотишко. Машинист. Это, видно, куда-то можно поехать. Чихон слабый. Сейчас тельмана пополню. Браслетку из яйца. Может поменять с этого? Хотя тут интеллект дается от пояса. Апчи. Что тебе надо, орк? Девчонку из Монтевилля, помнишь? Апчи. Какую девчонку? А, которую мы в молодости подобрали в лесу около нашей захоронки. Забавная была девчонка. Апчи. Забавная, значит? Ты ее за что мучил? Апчи. Не мучил я ее. Так развлекался по молодости лет. Разве что. А почему тебе это так интересно? Умри гном. Так. Ну давай. Любой. Так это стрелки, да? Там немножко мы укрались этого. В нечисти. Да ладно, я сейчас всех. О, тут еще гневанты. Так, коррозия. Ну слабо. Ну вот это будет получше. Тут выйдем вперед. Будем сейчас разносить всех. Тут же выдвигаемся. Тут пункт. Беззащитность. Это нехорошо. Надо будет время откатить. Супер. Правильно, бей бочку. Пушкарь. Тоже будешь на блинов. Стрелять. Нет. У этих выстрелят. Жаль. Так, черное дыро. Так, черное дыро. Так, кто-то такой. Тут тоже. Что? Беззащитность. Ага. Ага. Не страшно. Банно. Тут еще. Вывести из строя этих пацанов. Вывести из строя этих пацанов. О, ловушка убила. Не попал. Бывает же такое. Сейчас мы убьем его. Может какой-то нашей штукой. Не убьем. Мы вот так убьем. Жаль, один дыро есть. Спасибо. Капканчик. Чемпион получит 15 медалей в игре. Хотя бы первое уровне. Капканчик. Ловушка наносит плюс 25 урона. Хорошая штука. Так. Машинисту куда-то отправляют. Откуда ты отправляешь? Лопни, моя селезенка. Ты же настоящий орк. Не часто я видывал вот. Вашего брата. А я попутешествовал изрядно. Позволь представиться. Дизель Ванкель. Изобретатель и машинист этого прекрасного механизма. Который называю дымовозом. А Эбагер. Приятно встретить хоть кого-то. Кто меня не боится. Когда много постранствуешь. Вот как я. То учишься терпимости и другим. Даже если они не похожи на тебя. К слову. По путешествию. Если хочешь отправиться в Драгондор. Возьму с тебя не дорого. Всего 1000 золотых. Расскажи мне сперва об этом дымовозе. Что я могу сказать. Любознательные орки. Встречаются гораздо реже обычных. И мне приятно что ты один из таких. Значит слушай. Внутри этой машины спрятан котел с водой. Когда я разжигаю топку. То от огня вода нагревается. Расширяется. И толкает. Вот. Пошень. А он в свою очередь. Крутит колеса. И дымовоз начинает ехать. Но тут еще много разных. Управляющих деталей. И подробностей. Но уверен что. они тебе ни к чему. Так сделка. Да ладно. Будем не угрожать. А. Это не опасно? Да ты что. Вон на дымовозе летать было опасно. А тут мы. А тут мы. В полной безопасности. А дымолете. Конечно. Это не относится к тем. Беднягам которые окажутся на пути дымовоза. А в другое. Другое место меня можешь отвезти? Конечно могу. Как только туда пройдут рельсы. Понимаешь дымовоз может ездить только по. пророженным путям. Я конечно проектирую машину. Которая могла бы ездить где угодно. Но она только в проекте. Смотри. Это тайна. Так. Хорошо. Вот тут ровно. Силы валяются. Значит. С этим мы. Войдем. Ушим тут разобрались. Так. 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 Чехуном. Там их немного осталось. Думаю. Так. Где эти долбаные подкрепления. Может ходить. Вряд ли тут. Ну где-то в глубине. Так. Где? Где? Куин. Бодрый. Мертв. Ты можешь ехать со мной. Киин. То есть. Я очень благодарен тебе. Балер. Это страшный негодяй. Киин заслужил свою смерть. Я готов ехать с тобой. Поехали. А зачем он нам нужен? Ага. Есть. Этого нет. Будем ставить опыты. Так. Ага. Вот. Идет один с оружием. Губер. А может и нет. Может это один из гномов. По идее они слабые. По идее. Так он был. В плане страсти. А может кинуть им. Вот черную дыру кинем. Так. Кинем мне. Лидману не пополню. Гиганты. Какие-то стрелки. Стрелки. Надо по гигантам идти. Так. Я выдвиваюсь. Заберу вот это. Да и что. Крепкие ребята. И все пропущем. Так сделаем. Тоже выдвигаемся. И тут добиваем. И тут добиваем. Неприятно. По глупости не пополнил ману. Летим. Можно было без потерь. Опять. А почему блин. Ау. А он может мах. Мах. Да. Он может два заклятия использовать. Если он мог. Так. Давай-ка мы вас. Как оно. А почему троих атакуют. Должно четверых атаковать. А нет. Троих. Восполняя четыре ярости. Я не правильно понял просто. Давай-ка точность накинем. Тут отойдем немножко. Нормально. Нормально. Есть. Еще ловушка убила. Так. На лыжи получили и уравли. Так. Отлично. Так. Тут можно что то качнуть. Места в том можно качнуть. Есть просто можно качнуть. я вот тут бы 13-й умел бы докачать уже щит гнева щит гнева сбросить негативный эффект 20 процентов давайте возьмем тел тут ярость крови на щит гнева возьмем в принципе хорошая такая особенность так надо будет поискать еще этих внеденышей с оружием ладно разберемся пока всем спасибо за просмотр если понравилось не забывайте ставить пальцы вверх до встречи в следующей серии всем пока